Вот только что мы установили станок мини-проспе на этот верстак и немного посверлим на нем. Будем придерживаться правил настройки станка под каждую операцию, которая регламентирует Блюм. То есть настраиваем станок под сверление снизу вверх. А перед этим нужно измерить сверла штангелем по глубине, чтобы они были одинаковой длины. Но в нашем случае это не нужно, потому что они новые. Это больше необходимо, когда сверла после заточки или сторонних производителей. На сверлах есть регулировочные винты для настройки по высоте. Отрегулируем по самому высокому. Это больше всего касается сверл для сверления не под саморез, а под дюбель или евровинты. Одной высоты. Ну да, да. Снизу начинаем. Мы настраиваем мини-пресс для сверления под петли на прямой и крестообразной ответной планке. Приняли решение, что условный фасад будет накладываться полностью на 16-ю боковину корпуса. Наложение 16 мм. Для 110-й петли расстояние до центра сверления рассчитывается так. От 16-ти минус 11. Это константа. Специальное значение для данной петли. Плюс 17,5. Половина диаметра 35-й фрезы. Получаем 22,5 мм. Это значение можно взять также из каталога. Или с нашего сайта tdtandem.ru. Смотрим схему. Вот таблица. Наложение 16. Расстояние до чашки 5 мм. Плюс половина диаметра фрезы 17,5. Также получается 22,5 мм с нулевой ответной планкой. Таким образом, мы добиваемся того, чтобы петля была установлена на корпус в заводском предустановленном положении. Регулировка нам еще понадобится, чтобы поправить условный фасад при монтаже мебели. И видите этот необходимый зазор 1,5 мм. Это зазор, который предотвращает при открывании фасада столкновение с корпусом. Если его не обеспечить, саморезы в ответных планках расшатаются. Фасад будет болтаться и может со временем упасть. В другой части фасада необходим демпфер. Например, верезной, который предлагает Blume. И на ящиках с Blume Motion тоже, чтобы обеспечить ровную плоскость фасада снаружи. Чтобы не было выступающих частей. Выставляем упоры. Переключатель у нас был установлен в положении сверления петли. Ставим центральное правое сверло 35 мм. И два левых сверла 2,5 мм. Ограничиваем глубину сверления 2 упора. Глубина сверления 13 мм. Так, поэтому значит нет. Выжил у меня от одного станка. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаем все сверла. На боковину корпуса будем ставить прямую и крестообразную ответные планки. В патронах, где сверла не используют, ставят заглушки, чтобы не набивался мусор. Заглушки поставили, переводим на сверление. А, все, стопы. Нет, вот в этом положим. Какая-то планка будет под саморезы. Мы ее не поставили, у меня нет правого сверла. Под футурки давай. Под футурки, конечно. Так, у нас она идет, все правильно, центральный и дальний, по-моему, да? Правильно я считаю? Да. Это правое вращение. Как-то будет у нас... Что-то не терялось. Левое вращение. До центра первого отверстия прямой ответной планки с артикулом 175H54-00 22 мм. Продолжение следует... И теперь под крестообразную планку. Переводим в другую сторону. Для крестообразной ответной планки переместили шпиндель в левое рядное сверление, систему 32. У нас с этой стороны она будет, правильно? С этой стороны. А, все правильно, все сверло, сюда перешло. Ну, сейчас, видишь... Сейчас надо на 16 ее... На 16 надо сдвинуть, короче. Ключ. Вот он. Так, сейчас у нас что там? 70, да? Положено быть 86. Правильно? Ага. Все, 86 мм. Настроили откидной упор. Ориентируемся по сверлу, который имеет левое вращение. Туда сдвигаем упор. В нашем случае левое сверло слева сдвигаем влево на 16 мм. Заделываем так. Здесь у нас получается уже 37 мм. Все, поехали. И теперь... стрелочки вперед здесь можно поставить вот так получается две планки крестообразная и прямая имитацию фасада вот насколько все точно сверлится песни и спокойно все закручивается это эгер все-таки все кто говорят что сверла блюмовские двадцать половиной которые проворачивают журупы нифига не проворачивает либо не те блюмовские сверла берете не у тех блюмовских дилеров нашли хорошими нашего есть шутку шиповерта я на пятерки закручиваем вот кого кто не верит посмотрела пятерка макити у нее 40 литонов накрутил все срабатывает трещотка то есть на 40 делить на 5 что получается у нас на 58 ньютон метров 8 ньютон метров это еще эгер в ламарте бы по-другому более плотный дспшки вот момент x достал нет два нет 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 не отдал на этом шуруповерте я читал вообще в принципе опа вот он зазор все в нулях так выглядит так все хорошо и доволен еще полноценно конечно на нем поработать мне не удалось между вторую линейку упоры но искать эксперименты показывают что деньги вложены не зря вообще не зря и с и и и